Привет всем из Японии! Рада вас приветствовать на своем Beauty YouTube канале! Добро пожаловать! В этом видео будет распаковочка сайта Beauty Lish. Заказала я себе небольшое, но интересное количество разной косметики. Поэтому для начала покажу вам распаковку, все в каком состоянии пришла ко мне продукция, насколько хорошо или плохо упаковывают свои посылочки сайт Beauty Lish. Далее, конечно же, будет макияж при помощи всей этой косметики. Ну и в конце видео поделюсь своими честными отзывами, что мне больше понравилось, что меньше понравилось. В общем, не буду долго затягивать, долго начинать. Давайте сразу приступим к распаковке. Собственно, сама продукция, то, что я покупала, внутри лежит вот так аккуратно, довольно аккуратно и плотно упаковано. И, я так понимаю, дополнительно продукты, которые могли бы разбиться, их упаковали еще вот в такую вот пластиковую упаковочку. Ну и теперь давайте посмотрим мои покупки, вместе с вами их распакуем, покажу, что же я купила себе на этом сайте. Довольно много на просторах интернета, разных сайтов отзывиков, того же нашего с вами любимого Beauty YouTube. Многие блогеры говорили хвалебно, действительно очень много хвалебно рассказывали об этом продукте. И это у нас с вами теми для бровей от Анастасия Беверли Хиллз. От бренда Анастасия Беверли Хиллз у меня есть довольно, можно сказать уже, что немаленькая коллекция косметики, но вот этого продукта у меня еще не было. Такие в оттенке блонд. Честно говоря, на сайте, когда я смотрела картинки, фотографии этого продукта, мне казалось, что вот это вот различие, которое идет от светлого к темному цвету, на сайте, на фотографии было более явно, но вот в жизни сейчас я смотрю практически незаметно. Думаю, на видео вы тоже не особо видите, где посветлее, где потемнее цвет. Как-то в этом плане что-то непонятно, немножко, можно сказать, такое разочарование. Ну и по поводу упаковки. Упаковка хорошая, достойная, люксовая упаковка. В принципе, у Анастасии Беверли Хиллз видно, что бренд не экономит даже на самом картоне, в котором упакована вся продукция этого бренда. Хороший, качественный картон, довольно плотный и приятного матового покрытия. То есть даже начиная уже от прикосновения к картонной упаковке, чувствую, что продукт люксовый премиальный. Вот мелочах бренд не экономит, и это довольно приятно, потому что не все люксовые бренды делают хорошую, качественную картонную упаковку. Казалось бы, мелочь, но дело в том, что с таких вот мелочей уже, как бы, начинаешь первое свое знакомство с брендом и первые ощущения и ассоциации вот этого бренда. Сам продукт тени для бровей находится в пластиковой, глянцевой, черной упаковке. Внутри есть еще зеркальце. Само по себе, конечно, упаковка довольно красивая, люксовая. Далее у меня это «Однушка теней» от Наташа Динона из палетки, которая называется «Ретро». Оттенок, по-моему, насколько я понимаю, название оттенка это 149М. По-моему, это название оттенка. Если это не точно, кто знает правильное название, пишите обязательно в комментариях. Мне кажется, вот это название оттенка 149М. И это продукт, который я получила в подарок за покупку. Так, идем далее, посмотрим, что же еще у меня есть в этой чудо-коробочке. Кстати, попали сразу два нужных, которые вместе используются продукта. Это у нас «Броуфриз» от Анастасии Беверли Хиллз. Это воск для бровей. И я взяла к нему еще вот такую специальную щеточку-лопаточку. Вроде как Анастасия рекомендует использовать эти два продукта вместе. Мол, это щеточка с специальной такой удобной лопаточкой, которая создана специально к этому воску для бровей. Здесь, конечно, уже полный глянцевый глянец, который будет не то что пачкаться, а прям очень сильно пачкаться. Опять же-таки, для любителей хорошей чистой упаковки в косметике, это будет адский ад. Ну, посмотрим, что же за продукт сам внутри, как он выглядит. Внешний вид прозрачного, плотно спрессованного геля, тверденького по прикосновению, на ощупь довольно тверденький. Ну, в принципе, как и должен выглядеть, я так думаю, воск для бровей. И щеточка для бровей упакована в отдельную такую пластиковую упаковку. Сейчас достанем, посмотрим поближе эту щеточку. Будет довольно удобно пользоваться. Анастасия, конечно, знает то, что она производит, то, что она делает. Действительно, будет удобно пользоваться этой щеткой за счет того, что с одной стороны есть такой шпатель, лопаточка, и сразу же вот вам на другом конце есть эта нужная расческа. Следующая у нас это... Да-да-да-дам! Это палеточка теней. Палетку, посмотрите, упаковали отдельно, дополнительно в картон, дабы она не разбилась. Очень, конечно, радует такая хорошая, качественная упаковка продукции от сайта Beautylish. Настолько плотно прям... Ух ты! Упаковали. Палетка у меня, как вы могли уже догадаться, палетка Retro Palette от Наташа Динона. Как всегда, обычная стандартная упаковка, как и в других подобных палетках от Наташи Диноны. И в этой палетке меня, конечно, очень безумно манила эта цветовая нежно-розовая гамма этих теней. Сзади на упаковке есть обозначение, название всех оттенков теней и также каждого оттенка ингредиенты, какие входят в состав. Также написано, что палетка сделана в Италии и 24 месяца с момента открытия срок использования данных теней. Ну и давайте уже побыстрее посмотрим на сами тени. Красивая упаковка. Верхняя часть выполнена в глянце и сзади выполнена палетка из такого, как прорезиненного матового пластика. Я, конечно, немного беспокоюсь, что со временем вот такие прорезиненные матовые упаковки, они могут довольно неприглядно выглядеть и очень сильно пачкаться. Конечно, мы посмотрим с вами на сами тени. Кстати, упаковка довольно такая тяжелая, увесистая, прям чувствуется, что люксовый люкс. Держим мы с вами в руках. Ух ты, какая красота! В рекламных фотографиях меня, конечно, больше всего манило 4 цвета. Это вот этот, потом нюд, вот этот глиттерный цвет и цвет энди. Ну что-то на фотографиях и вот в жизни как-то с первого взгляда, мне кажется, совсем немножечко другие оттенки. Но нужно, конечно, будет посвочить на первый взгляд, глядя в рефил, не совсем понятно. И держа уже в руках сам продукт, мне начинают нравиться уже совершенно другие цвета, нежели мне изначально понравились цвета на рекламных фотографиях. Например, сейчас в жизни, когда я смотрю на эту палетку, очень красивый цвет. Такой талпово-золотинкой сатинчик, довольно красивый. Действительно, в жизни он так на него смотришь, очень необычный цвет. Ну и, конечно, в жизни так же, как и на фотографии, красиво выглядит, ну, по крайней мере, на данный момент в рефиле вот этот цвет глиц. Розовый с золотым отливом, напоминает чем-то даже дуахром, я бы сказала. Ну и посмотрим на саму упаковку. Зеркало заклеено матовой защитной пленкой. И так же, как и в предыдущих палетках, можно менять рефилы местами, как вам будет удобней. И мне интересно, кто-нибудь когда-нибудь менял вот эти рефилы местами? Лично я ни разу не меняла, потому что лично на мое мнение, кажется, раз Наташа Динона нам с вами положила именно так, сделала именно такую расстановку цветовой гаммы в палетке, значит, скорее всего, это неспроста. Это, наверное, так удобнее, более правильнее будет пользоваться. Далее мы с вами, конечно, в этом видео посвочим все продукты, что я показываю. Ну, а сейчас посмотрим, что же еще такого есть в моей чудо-коробочке. Так, следующее у нас это что такое? Айда опять Анастасия Беверли Хиллз. Это хайлайтер ду пенсил. Ну, то есть это двусторонний карандаш. Я уже знаю, что это такое. Давно хотела, смотрела на этот продукт, но все как-то не решалось. И вот, наконец-то решилось. Оттенок вот так называется. И посмотрим на сам продукт. Упаковка, как и обычно, черная матовая. Ну, и вот так, собственно, выглядит сам продукт. С одной стороны матовая часть, и с другой стороны более сатиновая, такой как хайлайтер, нежно-розовый оттенок. Вроде как это средство должно идеально, красиво помогать в оформлении бровей. Точнее, подчеркивание, в высветлении нижней границы брови. Кто уже пользовался таким продуктом, оставляйте обязательно комментарии внизу под видео. Будет интересно почитать. Я лично первый раз буду пользоваться этим продуктом. И что же еще? И у нас осталось... А, всего два продукта у нас осталось. И это... И это у нас Наташа Динона. Наташа Динона, ликвид, то есть жидкие, румяна, серум. Наверное, какие-то румяна, которые ухаживают за кожей. Что-то в них должно быть, судя по слову, серум, что-то полезное для кожи. В оттенке Тан и Дарья. Упаковки довольно прилично, довольно хорошо выглядят. Также есть, как и на тенях, сзади объяснение, точнее, полное описание продукта. И здесь указано, что с момента открытия румяна в срок годности 12 месяцев. Продукта по 7 мл. И на сайте Beautylish, на японской версии, скажем так, сайта Beautylish, было представлено всего три варианта этих румян. Это вот, как вы сейчас можете видеть на фотографии, я взяла всего лишь два оттенка этих румян, потому что самый темно-розовый, такой как сливовый, мне показался, но это уж совсем, наверное, будет не в тему для светлокожих девчонок, а вот такой вот коричневый оттенок в оттенке Тан, он, мне показался, довольно будет прикольно, хорошо смотреться именно на светлой коже в качестве бронзера. И вот этот оттенок Дарья, мне показалось, что он будет также очень красиво, свежо смотреться на светлокожих девчонок. Насколько все-таки маленькая упаковка, маленький объем этого самого продукта. Действительно, прям малышка-малютка. То есть кисточка даже еще больше выглядит, нежели сам продукт. 7 мл хоть есть или нет? Ну, раз указали, что 7 мл, надеюсь, что не обманули. Но упаковка очень, очень, на первый взгляд, маленькая. И хотела показать вам еще такую мелочь, как бы на первый взгляд, но которая приятная мелочь. Это то, насколько с большой любовью к своим клиентам собирают продукцию упаковки сайт Beauty Lish. Каждый раз, когда я получала посылочку с сайта Beauty Lish, здесь есть такой, как можно сказать, автограф. Так, как поближе? А, вот так вот. Автограф от того человека, кто собирал посылочку. Конкретно эту посылку мне собирала, я так понимаю, девушка, женщина, которую звали не... Действительно мелочь, но все-таки приятно. 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 Действительно мелочь. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Задавайте интересующие вас вопросы в комментариях внизу под видео. До новых встреч! Пока-пока! Пока-пока! Продолжение следует...